Приветствую вас и, на мой взгляд, ваша основная ошибка заключается в том, что вы начали искать тишинь. Ну, то есть вы хотели, наверное, чтобы вас послели. Хочели, наверное, чтобы вас поддержали. То есть вы хотели что-то получить от людей. Хотя до этого, раньше, они вам были, в общем-то, не так нужны. И в действительности жалость к себе и жалость, тем более, со стороны других людей, это совершенно деструктивное отношение, потому что, ну, абсолютно ничего хорошего оно вам не принесет. То есть очевидно, что именно во взаимодействии с молодым человеком вы допустили ряд ошибок. Эти ошибки спровоцировали разрыв ваших отношений. И вы не понимаете причину, по которой это произошло, не понимая причины, вы не делаете выводов, вы не извлекаете опыта, а лишь только хотите, чтобы вас утешили. Но утешение человека лишь только еще больше расслабляет и, я бы даже сказал, погружает в пучину переноса ответственности себя на других людей. Ну вот, давайте начнем с самого начала. Как вы считаете, вот то, что от вас ушел мужчина, да? Как вы считаете, кто в этом виноват? Вы, наверное, скажете, что он. И вы будете правы. В известной степени действительно виноват может быть он. Но и вы. И вы также не считаете какую-то часть ответственности за то, что произошло. И вот эта ваша ответственность нуждается в чем? Я думаю, что она нуждается в первую очередь в осознании. В осознании ее, в осознании ответственности. Осознать свою ответственность значит принять свои ошибки, понять их, а значит не допустить в будущем. Это первое. Второе. Отпустить обиды и снизить значимость того, что произошло. Условно говоря, обиды происходят от двух вещей. От непонимания того, почему мужчина поступил. Ну, мужчина или человек, здесь это не столь важно. Мужчина поступил определенным образом по отношению к вам. То есть у вас сейчас, на данный момент, отсутствует понимание его мотивов. И вы не знаете, почему он так поступил, а значит есть обида. И второе, есть то, что вы потеряли в результате его ухода. Но ведь канал вдруг ушел, значит ему без вас лучше. А лучше, если вы его любите, и ему без вас лучше. Значит вы без него, вы рады быть, должны быть, что он нашел себя, что он теперь счастлив, что ему теперь хорошо. Но вы не чувствуете подобного вера. Нет. Значит у вас есть сфера потребности. И эта сфера потребности, как раз таки, и мешает вам, как бы, адекватно воспринимать разрыв молодым человеком. То, что вы потеряли, вы пытаетесь, ну, вы пытаетесь возместить у других людей. Не понимая, что это невозможный принцип. Потому что, ну, объективно, то, что вам давал ваш мужчина, вы не можете получить у других людей. И вам нужно самой это получать. Дальше, значит, следующее, о чем нужно сказать. Это то, что у вас оказалось, как бы, совершенно неактивной социальной жизни. Как бы, написать. Ну, давайте подумаем, с чем связан вот этот момент, с чем связан этот момент. Момент отсутствия у вас активной жизни социальной. С чем связана стагнация ваших социальных ролей. Наверное, с интересами. То есть, отсутствие интересов, отсутствие активности, отсутствие активности, отсутствие других людей в вашей жизни. Соответственно, чтобы восстановить эту активность, нужно, чтобы вы вспомнили свои интересы. Чтобы вы вновь напомнили себе, кто вы в личностном плане. Что вы из себя представляете именно в личностном плане. И, вспомнив это, вы вспомните, чего вы хотите. Вполне возможно, что в молодом человеке вы Чересчур много, чересчур сильно растворялись. И из-за этого возникла та ситуация, которая у вас есть сейчас. Ну, надо сказать, что для растворения тоже есть свои причины. Свои симптомы. Свои стимулы. И эти стимулы, которые заставили вас раствориться в молодости человеке, тоже необходимо осознать. Вполне вероятно, что именно они подслужили причиной того, что вы расстали. Вполне вероятно, именно это и стало одной из причин. Потому что, если вы растворяли при нем, то, соответственно, вы теряли свою самобытность. И раз теряли свою самобытность, то и откуда здесь взяться тому, что люди обычно ценят в других людях. Вот. Вот, собственно, с этим вам и нужно там всем разбираться. Это работа для, ну, это работа для нескольких консультаций, возможно, для большего количества. Там уже в зависимости от глубины проблемы можно будет делать какие-то выводы. Пока я думаю, что вам необходимо прислушиваться к себе, вновь работать над своим личностным ростом, создавать свое личное пространство, думать, чего вы хотите для себя. Возможно, имеет место быть рекомендация кардинально поменять имидж, иногда это помогает, потому что вместе с имиджем человек как бы начинает новую жизнь, и вам это вполне может помочь. Ну, а дальше вы делаете то, что известно только вам, и молодому человеку, а вам. Молодому человеку хотел воспринимать как того, кто вас недостоин, того, кто вас не ценил, того, кто не оценил всей вашей искренности и преданности ему. И обязательно задержите в своем сознании, в своем внимании то, что он пожалеет о том, что сделал. Тем более, если он именно бросил вас и ушел в другой, то он ушел в другой именно за тем, чтобы получить что-то, чего он не получал от вас, значит, другую он воспринимает как средство, а это всегда довольно приходящее. То есть это, ну, достаточно быстро пройдет, и он захочется к вам вернуть. Но я не рекомендую вам просто так легко его принимать. Только если он раскается, только если он осознает, какую серьезную боль он вам причинил, и только если вы сделаете все, что я вам сказал. То есть, если вы станете личностью, вы будете смотреть на молодого человека другими глазами. И нуден он вам будет тогда или нет? Большой вопрос. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok